А по вас, соответственно, ударил кризис? Видеешь, он ударит по всех, так что это сусветный кризис. И сказать, что я его не отчуваю, и я там, вот, видаешь, меня не про меня, то не про меня. Ударю, муцно, и примусью задуматься над шматрикими речами. Ну, мне вот, что уразили речку, так это то, что мы машин зарабили все человечество на 7 годов на первом, и набудовало квартир на 10 годов на первом. Разумеешь? Ну, мы живем все одно житье. И одно житье живем. И нам не требовано запашивать на три життя на первом. А человечество пошло таким шляхом, что оно почему не запашивается, вот видишь? Вот сбудовал квартир, почему еще этого не сбудовать? Почему еще три не сбудовать? На что тебе три квартиры? А миллионеры повинны научиться ездить на траву. Разумеешь? Я в Швейцарии ездить, я в Швейцарии ездить. И это нормально. Ну вот. А войсковцам, ну, треба научиться носить один палуб. Ну, на что им два палуба? Хай, а ну ведь. По часу кризису повинны читать боли. А почему-то не читают. Ну, потому что повинен вызволиться часом. Разумеешь? Повинны все меньше процевать. Вот. Отповедно, что робить. Повинны больше ходить или одеть футбол. Больше читать книжек. Больше и одеть кино. Но мусить вообще кризис таким отцом не наступил, как читать книжки. Ну, наступит. Поделится, что будут читать книжки. Али зараз путчей за все будет больше читать книжки в интернете. Или литературу в интернете. С одного боку, это мусить кипсковато для життя, что нема такой авантурности. Разумеешь? Что десять разов будешь проверять. А левш я крышку возьму посправую. А раптом не отремается. Не буду хапать. Не буду, ну, я как бы вот это молить момент. Тому и пирамиды у нас этой финансовой были и, значит, и не жиши. Ну, и погоди, не жи.